Всем привет! Вы смотрите LoftBlog, с вами Ивашенко Андрей и сегодня я представляю первый урок из серии, посвященную фреймворку jQuery Mobile. Это мобильный сенсорно-ориентированный веб-фреймворк, который разрабатывается командой создателей jQuery. Данный фреймворк обладает рядом несомненных преимуществ и создан специально для разработки мобильных веб-приложений, а также адаптивных сайтов с уклоном в сторону смартфонов и планшетов. Одно из основных преимуществ – это кроссплатформенность. Например, версия 1.4 поддерживает достаточно большой список браузеров, начиная с мобильных версий, заканчивая дестопными вариантами, включая таких старичков, как и E7 и старше, однако только с поддержкой базового, но вполне рабочего функционала. Второе его преимущество – это небольшой размер, манифицированная версия занимает всего 12 кБ. Ну и третье, а также немаловажное преимущество – это достаточно низкий порог вхождения, так как данный фреймворк использует в своей работе HTML5, CSS3, а также библиотеку jQuery. Ознакомиться с данными технологиями вы можете на лотблоге, ссылки на соответствующие курсы будут даны в описании. Прежде чем говорить об установке, я бы хотел продемонстрировать работу приложения, созданного с использованием jQuery Mobile. Данное приложение знакомо с базовыми возможностями этого мобильного фреймворка. Главное меню представлено в виде внутренних переходов между страницами, вариантов навигации, открытия и закрытия расплывающих окон и т.д. Для начала я предлагаю перейти на сайт данной библиотеки, который находится по адресу jQuery Mobile.com. Теперь приступим непосредственно к установке данного фреймворка и его использованию. На главной странице сайта в правом углу экрана вынесены ссылки с двумя вариантами базовой установки. Это установка последней стабильной версии 1.4.5 для разработчиков, которая также включает в себя библиотеку jQuery. Кроме этого вы можете скачать модифицированную версию, самостоятельно выбрав необходимый функционал, тем самым еще больше, уменьшив исходный код. В разделе загрузки есть еще несколько вариантов установки. Один из них, наиболее простой вариант, это использование SDN, где последняя стабильная версия останавливается через добавление всего лишь трех строк в раздел Height вашей основной страницы. Также возможен вариант установки через GitHub. Теперь приступим непосредственно к практике. Я уже подготовил страницу Index.html с небольшим базовым шаблоном. В раздел Height я добавил три строки, вариант установки через SDN, где первая строка подключает базовый файл стилей данного фреймворка, вторая – библиотеку jQuery, третья, в свою очередь, подключает jQuery Mobile версии 1.4.5. Также в разделе Height должна быть добавлена строка MetaNameWeeport, которая позволит определять ширину страницы нашего приложения в зависимости от вида используемого устройства. Основной каркас приложения состоит из ряда последовательных блоков, отмеченных атрибутом DataRoll, то есть роль, которую будет выполнять в приложении данный блок, роль отдельной страницы или ее фрагментов – Page, Footer, Button и т.д. Как мы видим, имеется основной блок, который отвечает за отображение отдельной страницы. Таких блоков может быть несколько, соответственно, каждый из них должен иметь уникальный ID для разделения их между собой, а также организации внутренней навигации. Кроме того, вы видите другой атрибут – DataTheme – это атрибут, который определяет стиль интерфейса для элемента и его потомков. В jQuery Mobile по умолчанию устроено 5 стилей, они упроумированы как A, B, C, D, E. Внешний вид можно посмотреть на основном сайте, пример темы A, тема B, тема C, тема D, E и т.д. Основной каркас, в свою очередь, может разбиваться на ряд подблоков, каждый из которых также выполняет свою определенную роль. В данном случае используются три блока, первый из которых DataRollHeader отвечает за отображение заголовка, следующий блок DataRollMain, отвечающий за отображение основного контента страницы, и следующий DataRollFooter, отвечающий за отображение подвала. Напомню, что каждый из блоков может содержать вложенные блоки в соответствии с вашими текущими задачами. В основном блоке есть класс Y-Content, класс, который добавляет дополнительные отступы для введенного текста. Это пример базовой темизации, описанной в дефолтном файле стилей. С полным перечнем доступных классов можно ознакомиться на домашней странице фреймворка, и в одном из следующих уроков мы также уделим этому время. Давайте посмотрим, каким образом отображается набранный нами код на локальном сервере. Вот так выглядит наш заголовок, это наш подвал, это наш основной текст. Теперь мы можем добавить еще одну страницу в наше приложение и обеспечить базовую навигацию между ними. Вставляем еще один основной блок, его задача отображать вторую страницу нашего приложения, переименовываем ID, это будет страница номер 2, оставляем стиль интерфейса и внутренние блоки. Меняем основной текст, текст заголовка. Далее добавляем в первую страницу ссылку на вторую страницу нашего приложения. Как вы видите, ссылка оформляется в виде якоря, и такую же ссылку добавляем на страницу номер 2. Сохраняем и проверяем наш результат. Мы видим, что у нас добавилась ссылка, нажимаем и переходим на вторую страницу. Кликаем по ссылке и возвращаемся обратно. Итак, сегодня мы познакомились с фреймворком jQuery Mobile. Научились устанавливать его на локальный сервер, а также познакомились с базовым каркасом приложения, попутно организовав самый простой переход между несколькими страницами. В следующих уроках мы поговорим о дополнительных возможностях данного фреймворка. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами был LoftBlog и я, Ивашенко Андрей. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok